Приветствую вас. Давайте мы попробуем разобраться с тем, что вы написали. Вы пишете, что боитесь публичных выступлений. Совершенно очевидно, что боитесь вы не самого выступления, а боитесь вы скорее именно того, как люди воспримут вас, того, как они отнесутся к вам, того, что они скажут о вас, того, как они оценят вас, поправьте меня, если я ошибаюсь здесь. Вот. И, соответственно, на это же указывает и то, что вы пишете, что над вашей проблемой все смеются. То есть вы пишете, что люди смеются над тем, что в общем и целом с вами происходит. Подобное значит означает, что вам важно, чтобы над вами не смеялись, вам важно, чтобы вас воспринимали всерьез, а значит вы не чувствуете собственной значимости своей. Вы не уверены в себе. Вы не уверены в том, что вы как-то, ну, действительно важны, значимы, ценные и так далее. То есть вот подобного, подобной уверенности, подобного убеждения у вас явно нет. И парадокс здесь заключается именно в том, что вы стремитесь к собственной значимости, ориентируясь на мнение, на оценку других людей, которое всегда будет субъективным. И если вы выходите, например, на сцену, если вы выходите, например, на публичное выступление с целью доказать что-либо людям, да, и надо сказать, что вы не просто ведь доказываете что-либо людям, а вы доказываете достаточно большому количеству людей что-то. Да, то есть это целая аудитория, это же целая сцена, да, вот. И, естественно, вы боитесь, потому что вы знаете, что всем людям вы не понравитесь. Вы и не можете, в принципе, понравиться всем людям. Это невозможно, абсолютно невозможно понравиться всем людям. Но вас это волнует. С одной стороны, потому что вы не уверены в себе, и у вас есть непринятие себя, у вас есть некие искажённые представления о том, кто вы, какая вы и так далее. Искажённые эти, искажены, точнее, эти понятия вашими родными, вашими близкими, вашими значимыми для вас фигурами. То есть они осознанные или нет, создали у вас представление о том, что вы какая-то не такая, что вы какая-то неправильная, что вы какая-то, ага, там, ну, может быть, недостойная, да, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, это с одной стороны. И с другой стороны, вот с другой стороны, что особенно важно, это то, для чего вы, собственно говоря, выступаете на сцене. То есть, если, если вы выступаете на сцене исключительно для того, чтобы заниматься любимым делом, чтобы, значит, донести до людей мысль, которая вам, например, интересна. Или которую вы считаете, которую вы считаете важной для себя, например. Вот. То разве важно, разве важно, разве имеет значение? Кто и как вас воспримет? Кто и как к вам будет относиться? Конечно, нет. Но для этого, для того, чтобы это было так. Вам необходимо ориентироваться только на то, что вы делаете. Только на то, чем вы занимаетесь. И этому, безусловно, нужно учиться. Навык подобного научения приходит не сразу. Навык подобного научения приобретается постепенно. И здесь уже вам решать, как вы будете его нарабатывать. Можно делать это перед зеркалом. То есть, перед зеркалом проговаривать то, что вы хотите сказать на публичном выступлении. Проговаривать, представляя, что вы находитесь среди множества людей или перед аудиторией. Вот. И одновременно следя за тем, как вы выглядите. То есть, следя за своим, ну, например, внешним видом, выражением лица, позой и так далее. Да. И, с другой стороны, концентрируясь и отдаваясь только тому делу, что вы, чем вы занимаетесь. То есть, если вы, грубо говоря, вот, хотите что-то рассказать, сделать какой-то доклад, то, соответственно, нужно сконцентрироваться именно только на нём и больше не на чём другом. Вот. Тут очень хорошо поможет навык. Да. То есть, если вот я говорю, я говорю только о том, что меня интересует. Я говорю только о том, что меня волнует. Я говорю о том только, что для меня важно. Для меня. То есть, я же доклад, например, значит, опубликовываю я, значит, значит, важно, что нужно мне, а не кому-то там другому. Если вы делаете доклад там по работе, например, то опять же, тут нужно понимать, что вы же на эту работу пришли сами, значит, вам эта работа интересная, значит, она для вас представляет какую-то ценность. То есть, исходить нужно вот из таких важных аспектов. С другой стороны, другой способ наработки, значит, более уверенного, публичного выступления заключается в том, что вы, как бы, отслеживаете, когда именно, и... и с кем у вас начинает возникать тревога. То есть, понятно, ну, или страх. Страх. Понятно, что фобия, страх, это уже достаточно сильное чувство. Это уже достаточно яркая, яркая и чуть ли не конечная форма эмоций, которые вы испытываете. Но ведь, эээ, бывает же, когда до совсем уж яркой формы эээ, дело не дотягивает, но какой-то дискомфорт вы все равно чувствуете, какой-то дискомфорт вы все равно ощущаете. И вот это тоже необходимо отследить. С какими людьми вы чувствуете страх? С какими людьми вы не чувствуете страха? Может быть, эээ, дело зависит не от эээ, самих людей, а от, например, их количества. Да, то есть, например, один человек нормально, два человека нормально, а там, скажем, скажем, пять или шесть человек, да, это уже, эээ, это уже тяжело, это уже, это уже страшно. То есть, тут вот именно нужно определить данный аспект, что именно вызывает у вас тревогу. Ну и дальше, если вы сможете уловить вот этот вот переходный этап, переходный период, вот, вы сможете, если вы сможете уловить, то вы сможете к нему адаптироваться. То есть, адаптируясь, эээ, постепенно адаптируясь, скажем так, эээ, к какому-то вот такому переходному, эээ, значит, периоду, переходному этапу, постепенно адаптируясь к нему, эээ, вы сможете ээээ, постепенно избавиться от эээ, своих страхов вообще. Ну вот. Ну, основная идея, конечно, заключается в том, что вы, эээ, нечто личное, нечто, эээ, значимое для вас и только для вас, ээээ, переносите на сферу профессиональной деятельности. То есть, я через профессиональную деятельность пытаюсь кому-то что-то доказать. То есть, вот, у меня есть, эээ, какие-то ложные представления, представления о себе, у меня есть какие-то негативные представления о себе. Я, например, себе, допустим, сомневаюсь, я, например, эээ, считаю, считаю себя, там, ну, грубо говоря, да, пусть будет, эээ, допустим, там, недостаточно хорошей, недостаточно, ээээ, там, ценной и так далее, и так далее. Вот. И за счет, эээ, работы, за счет, за счет, эээ, того, что, ээээ, я делаю, я пытаюсь это как-то, значит, скомпенсировать. Вот. Это, конечно, ээээ, принципиально не верная позиция, потому что профессиональную деятельность использовать для того, чтобы, ээээ, доказать себе что-то, ну, это, ээээ, прямой путь к неврозу. То есть у вас не будет получаться, ээээ, через профессиональную деятельность доказать, что вы, там, действительно хороши, или что вы идеальны, или что-то такое, потому что всегда будут, ээээ, будут какие-то, ээээ, препоны, всегда будут критикующие люди, всегда будут препятствия, всегда будут, эээ, проблемы, всегда будут сложности, и вы, получается, всегда будете бояться. Но, ээээ, еще важнее понять, откуда у вас возникла вот эта, вот эта, вот эта, вот ваша, ээээ, неуверенность, или, ээээ, сомнение в себе, что, собственно, и порождает страх. Откуда взялась сверхмотивация? Ваша сверхмотивация, ээээ, допустим, обязательно хорошо провести, провести, ээээ, тоже, эээ, публичное выступление, о котором вы говорите. То есть сверхмотивация, это когда человек в одно дело вкладывает значение больше, чем оно есть по определению, по своим объективным каким-то, ээээ, причинам. И вот с этим нужно разбираться. И, 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 еще раз, если у вас есть, ээээ, какие-то, ээээ, не совсем адекватные представления о, ээээ, себе, если вы себе сомневаетесь, если вы считаете, ээээ, себя, там, ну, ээээ, там, какой-то, какой-то плохой, недостаточно хороший и прочее, 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 да, то через работу вы это не исправите, через работу вы это не поменяете. Это важно понять. Через работу, ээээ, такие вещи не убираются. И вообще через, эээ, любые условности. Да, то есть, если, ээээ, через постановку вопроса, ээээ, такую, что если я, например, что-то сделаю хорошо, то я буду чувствовать себя лучше, то я буду думать о себе лучше. Вот, так и так это не работает. То есть, если вы ставите себе условия, значит, за условиями обязательно будут какие-то другие условия, и эти условия будут бесконечными, потому что, ээээ, условность поражает условности. И получается, что вы, ээээ, все время будете находиться в напряжении. Эээ, в известной степени это напряжение даже полезно для вас, в известной степени, в известной степени только. Но у вас оно, явно, чересчур, эээ, сильно, что мешает вам, собственно говоря, ээээ, достигать каких-то результатов и добиваться чего-либо. Поэтому, с этими аспектами нужно работать в рамках возрастной регрессии, анализируя именно приобретенные представления о себе, которые в психологии называются интровектами, то есть, эээ, некими такими ээээ, понятийными ээээ, комплексами, понятийными ээээ, ээээ, аппаратами, которые человек принимает ээээ, полностью, ээээ, игнорируя эээ, определенные тонкости и эээээ, ну, значит, не, 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 не фильтруя ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Кроме того, попробуйте подумать о том, чем для вас так страшно публичное выступление, ну или боязнь сцены. Вот чем для вас это так страшно? Что может самое худшее случиться? Как это отразится на вас конкретно? Какой негатив это принесет вам? Что вы будете чувствовать, что вы будете ощущать и насколько это объективно вредно, опять же, для вас. Вот обо всем этом я рекомендую вам подумать. Ну и последнее, что хочется сказать, это то, что страх приобретается человеком не самостоятельным. Страх ему внушают, как это ни странно, другие люди. И далеко не всегда эти другие люди делают подобные вещи специально, чтобы навредить. Иногда эти люди делают подобное, чтобы защитить, ну или как они думают, что защищать. В действительности же ничего страшного в этом нет. Но вы будучи ребенком, или будучи тем, кто не имел ранее дела с определенным обстоятельством, воспринимаете их реакцию как истинную и реагируете так же. В этом случае совершенно очевидно, что необходимо найти тот начальный эпизод, когда вы впервые столкнулись с данной ситуацией и начали проявлять подобную реакцию. Отчасти потому, что так прорегировали уважаемые вами люди. Отчасти для того, чтобы быть похожи на них. Отчасти для того, чтобы не выделяться, опять же по сравнению с ними. И опять же для того, чтобы получить их одобрение. Ну если они боятся, если они говорят, что этого нужно бояться, то найду и я буду бояться, чтобы они думали, что я следую их ценностям. А значит и я достойно их внимания. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!